Доброе утро, дорогие братья и сестры! Друзья, вот прошлую передачу мы завершили словами Евангелия от Марка, 10 глава, 15 стих. «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Эти удивительные слова мы находим в Евангелии, в котором вообще много, часто говорится о детях. Там же и в Евангелии от Матфея, в 19 главе, 14 стих мы слышим «Будьте как дети, таковых бы есть Царство Небесное». Но что это значит? Тот мир, в котором мы живем, та цивилизация, которая пытается определить все наши взгляды, мысли и вкусы, пожалуй, очень часто не способна услышать эти евангельские слова, поверить им и, прибавлю, обрадоваться им. Потому что этот мир, эта цивилизация, прежде всего, предельно и угрюмо серьезны, если можно так сказать, а больше развращены, и они гордятся этой своей безнравственностью. Недавно, поддавшись этому общему настроению, даже некоторые христиане на Западе стали утверждать, что поскольку мир, как они говорят, достиг совершеннолетия, поскольку человек стал совершенно взрослым, старая детская религия уже не подходит ему. Ее нужно перетолковать и пересказать ему по-взрослому. А это значит, по мысли этих «взрослых» христиан, это значит переложить ее на язык современной науки, современных представлений о человеке и современной моды. Даже религиозно настроенные люди стали стесняться в какой-то мере своей детской веры, пытаться приспособлять ее к взрослому, развращенному мировоззрению нашей цивилизации, если так можно сказать. Но, может быть, стоит и нужно, прежде всего, спросить себя, что означают эти евангельские слова, что означает этот призыв быть как дети, принять Царство Божие как дитя, потому что вряд ли, конечно, они означают принципиальный отказ от развития знаний, роста науки и так далее. В том же Новом Завете мы находим столько призывов именно к возрастанию, желанию достичь полной меры возраста Христова. Все христианство есть один сплошной призыв именно расти, развиваться, искать пути совершеннейшие. Поэтому, повторюсь, этот призыв Христа быть как дети нельзя никоим образом выдавать за отказ христианства от знаний, за его желание сохранить человека примитивным, темным и непросвещенным. И нужно ли снова доказывать, что та самая наука и цивилизация, во имя которой иногда пытаются развенчать веру, религию, христианство, началась в монастырях, что первые университеты были созданы церковью, что на заре нашей цивилизации практически все просвещение, или, как говорили тогда, книжность, вдохновлялась именно религией. А что происходит теперь? В комментариях и объяснении не нуждается. Все перед нашими глазами. Но исторически философия, физика, медицина – все вышло из этого христианского вдохновения, вдохновения на познание мира Божьего, вдохновения любви, вдохновения помощи ближнему. Слова доктор, магистр, кандидат, взяты из церковного календаря. И первоначально все научные степени давались церковью. Поэтому давайте отбросим то легкое, неисправедливое и клеветническое толкование, согласно которому быть как дети – это оставаться на принципиальной низшей ступени образования и развития. И как результат – путем обмана и при помощи невежества эксплуатировать этих неразвитых и темных людей. Но вот Христос говорит, «Кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». И Он говорит, еще раз повторюсь, «Будьте как дети, таковы бы есть Царство Небесное». Что же составляет сущность этой детскости? В чем ее вечное, неприходящее значение? Для правильного ответа на этот вопрос нужно, мне думается, напомнить тот общеизвестный и действительно универсальный факт, что для всех людей, почти всех людей детство остается именно золотым временем, детством, раем, потеряв который человек неустанно в воспоминании возвращается к нему с радостью и с тоской, с любовью и с печалью, иными словами теряет детство, человек теряет что-то, чего ему затем всю жизнь болезненно не хватает, о чем он непрестанно жалеет, к чему он все время мысленно возвращается. Так что же это такое? А ответить можно одним словом – целостность. Это та таинственная способность, которая позволяет детям и только детям нераздельно всем существом отдаваться как радости, так и горю, благодаря которой ребенок всегда весь целиком во всем, что он делает и к чему он относится. Вот упала у него из руки игрушка, и, Боже мой, какое горе, как он плачет, как все его существо надрывается безысходным горем. Но вот кто-то поднял и вернул ему эту игрушку, и он держит ее в своих маленьких ручонках, и вот он уже снова весь радость и залитое слезами лицо сияет такой полнотой жизни, так благодарно и светло, что все кругом освещено этим светом и ликует этой радостью. Именно эту целостность теряем мы, уходя из детства. И с этой точки зрения взрослость – это торжество в нас раздвоенности, нецелостности, неспособности уже целиком без остатка отдаться ничему. Это глубокий, все разъедающий скепсис. Это глубочайшее внутреннее недоверие и, как их следствие, страх. Страх, отравляющий постепенно наше сознание. Посмотрите вокруг себя, и вы убедитесь в том, что наш мир, наша цивилизация как раз и построена на этом скепсисе, взаимном недоверии и страхе, и имея в своем сердце эту грустную взрослую раздвоенность. И вот все христианство, есть один сплошной призыв, призыв вдруг со стороны увидеть всю эту взрослую грусть, весь этот безрадостный мир, в котором все время раздваивается, распадается все, в котором все отравлено, все пронизано недоверием, враждой, скукой. Ищите же прежде Царство Божие, говорит Христос в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. Мы спрашиваем, а что такое это Царство Божие? И слышим в ответ слова апостола Павла, написанные им в послании к Римлянам, в 14 главе, 17 стих. «Радость и мир в Духе Святом». Что же это за радость и мир, которых, по слову Христа, никто и ничто не может отнять у нас? Как не возврат к этой детской способности жить целостно? И все христианское учение – это учение о том, прежде всего, как вернуться к этой целостности, как восстановить ее в себе. И вновь слова Христа. «Кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». То есть, кто не полюбит в самой глубине своего сознания, своим сердцем и душой другого образа жизни, кто затем не начнет медленного и трудного возврата к нему, тот не поймет никогда последней и глубочайшей сущности христианства, и не услышит его тайного благовестия. «Для чего тысячу дней и тысячу ночей стоял на камне, в лесной гуще, в одиночестве Серафим Саровский? Как не для того, чтобы в самом конце этого длинного подвига собирания души, просветления сознания, ощущения ума вернуться, наконец, к подлинной детскости, то есть, именно к целостности, как не для того, чтобы снова увидеть Божий мир и в нем каждого человека к брата и сестру, как радость». И с этими словами «радость моя» обращался он к каждому приходящему к нему. Да, мир растет в знании, в технике, в умении, как мы говорим, управлять не только силами природы, но и управлять и манипулировать человеком. И все это будет ни к чему, все это не нает и не улучшит жизнь на земле, пока каждый из нас не примет в самое сердце того, что один великий поэт назвал вечной детскостью Бога. Субтитры создавал DimaTorzok